Добрый вечер, славучане! У нас сегодня прямой эфир. Традиционно пятница, как вы понимаете. И сегодня в прямом эфире у нас Татьяна Александровна Рылова, начальник управления административных услуг. Вот все, что касается административных услуг, которые вы хотели бы получить, раньше называлось от администрации, от Белого дома, вот все в ее руках. И на любой вопрос, как предоставляют административные услуги, в том числе, я сразу скажу, что у меня есть вопрос относительно получения загранпаспорта и есть ли льгота или нет, я это обязательно задам. У нас получилось так, что у нас есть уже 9 вопросов и, возможно, даже и не понадобится ваша помощь и ваши звонки, хотя, если хотите, 2.36.21. Итак, Татьяна Александровна сейчас нам расскажет, а какие услуги, кроме наиболее популярной выдачи загранпаспортов, можно получить через Ценат. Добрый вечер, дорогие славучане. Я думаю, что уже многие из вас побывали в нашем новом здании, нашего административного центра, и смогли оценить не только комфортное получение административных услуг, но и компетентность, доброжелательность и открытость нашего персонала. Действительно, наш центр надает не только услуги по паспортам, согласно перечню административных услуг, который утвержден Исполнительным комитетом, мы оказываем 151 административную услугу. Это 96 услуг структурных подразделений нашего исполкома, и 55 услуг — это услуги территориальных подразделений органов исполнительной власти. То есть, начиная от аренды земли, получения разрешения на внешнюю рекламу, защита детей, квартирный облик. Сейчас новое у нас направление — это приватизация. То есть уже приватизация будет осуществляться через Центр наданя административных услуг. Ну, естественно, у нас есть услуги, такие, которые пользуются популярностью. То есть, из 151 услуга, естественно, есть услуги, которые пользуются большой популярностью. Прежде всего, самой большой популярностью у нас пользуется услуга по выдаче справок. Нет, нет. Именно по выдаче справок. У нас различные, различные эти. Ну да, по выдаче справок. Да, да, да. По выдаче справок. И если вот на сегодняшний день, за три месяца этого года, через Центр прошло, посетило Центр 4 тысячи человек. Мы приняли 2593 заявления на оформление административных услуг. Из них получается 1683 заявления. Это заявления на получение именно справок. Справок о регистрации места проживания, справок о зарегистрированных в квартире лиц. То есть это получение таких справок. Дальше второе место у нас, естественно, занимают услуги миграционной службы. Опять же, услуги миграционной службы у нас это не только выдача загранпаспорта. В услуги миграционной службы у нас входит и вклеивание фотографий по достижению 25 и 45 лет. Если у вас паспорт старого образца, еще не ID-карточка, вы можете на выбор либо поменять его на ID-карточку, либо вклеить фотографию по достижению 25 и 45 лет. Третье место у нас занимает такая услуга, как регистрация недвижимости и бизнеса. То есть за три месяца этого года 364 услуги в этом направлении было оказано. И четвертое место – это регистрация места проживания. 321 услуга. Ну, в принципе, все. А если мы возьмем все вместе, там архитектура, земля, защита детей, держгеокадастр – это всего-навсего 123 услуги. Да. Понятно. Ну, все-таки процветает у нас бюрократия. Я думаю, справок, к сожалению, жителей будет меньше. Мы тоже думали, что справок будет меньше, но тем не менее, объем справок очень большой. Очень большой. Хорошо. Один из этих зрителей интересуется, видимо, в Неданчичах проживает или где-то, может быть, в другом селе. Можно ли через СНАП зарегистрировать недвижимое имущество, ну, дом, землю, которое расположено, скажем, в Неданчичах или в другом селе Черниговской области? С таким вопросом очень много посетителей обращаются в СНАП. Действительно, у нас у многих дачи, в окрестных селах, соответственно, люди хотят зарегистрировать и землю, и дома. Но, к сожалению, Законом Украины про державную регистрацию речевых прав на Нарухомое майно это запрещено. Нам дозволена только регистрация в пределах одной области, то есть в пределах Киевской области. Естественно, Неданчичи, Микшуновка, всю Черниговскую область. Естественно, есть небольшая сносочка в законе, что по разрешению Министерства юстиции может быть разрешено в пределах нескольких административно-территориальных единиц. Естественно, мы написали письмо, обратились в Министерство юстиции и получили отказ. Нам запретили это делать, к сожалению, потому что очень много могли бы неплохо наполнять местный бюджет. Да, понятно. Ну, понятно, что справки надо получать в Черниговской области и туда платить за это деньги. А если бы не деньги, может быть и разрешили. Наш телефон 23621, мы достаточно быстро двигаемся по перечню вопросов. И сейчас самый такой тяжелый, наверное, вопрос, а существуют ли льготы при оформлении загранпаспорта? Хороший вопрос. Часто спрашивают. Очень часто обращаются с этим вопросом. К сожалению, платность этой услуги регламентируется постановлением Кабинета министров. И там нет никакого освобождения от уплаты. То есть есть административная услуга, которая стоит, ну, например, загранпаспорт 557 гривен 32 копейки. Она состоит из таких... Это стоимость бланка и стоимость одной административной услуги. Соответственно, для того, чтобы освободить от этой административной услуги где-то в каком-то нормативном акте, это должно быть указано. К сожалению, ни в одном нормативном акте это не указано. Естественно, никаких льгот нет. Единственная льгота при оформлении, когда мы оформляем ID-карточку, при утере паспорта, либо при его порче, там нужно заплатить 34 гривны Держмыта. Вот категории с первой по четвертую и инвалиды первой и второй категории освобождаются от уплаты Державного мыта. Все. Понятно, да. Тоже интересно. Ну ладно, как бы двигаемся дальше. Как долго сейчас изготавливается загранпаспорт? Ну вот, условно, я сдал сегодня документы к вам, и когда у меня есть шанс поехать уже куда-то? Да. Значит, смотрите, тоже такой вопрос очень интересный. Хочу немножечко остановиться именно на принятии заявлений и выдаче загранпаспортов. Мы стартовали 19 февраля, то есть еще мы работаем не полных два месяца. За эти неполных два месяца мы приняли 531 заявление на оформление паспорта. 446 заявлений — это на оформление загранпаспортов, и 85 заявлений — это заявление на оформление ID-карточек. Значит, все те лица, которые подавали заявление в регламентном режиме, то есть регламентный режим предусматривает 20 рабочих дней на изготовление паспорта. Вот лица, которые подали 19 февраля, заплатив 557 гривен 32 копейки, еще не получили своих загранпаспортов. Но лица, которые оплатили срочную услугу 810 гривен 32 копейки, через две недели получают свои паспорта. То есть на сегодняшний день лица, которые подали 30 марта свои заявления, они сейчас уже находятся готовые паспорта у нас в центре надоня административных послуг. То есть официально 300 гривен сверху и через две недели... Ну, это двойной административный сбор вы платите, и получается, мы сами не ожидали, что это будет так быстро, потому что миграционная служба нас настраивала на то, что это будет минимум где-то полтора месяца. Сейчас люди практически 10-12 дней и паспорта уже готовы, но те только, которые оплачены в срочном порядке. Ну, я понял, 810, да. Да, да, да. То есть хотите поехать за границу быстро, приготовьте лишних 300 гривен, придите, оплатите, через две недели вы уже где-то там на островах. Ну, пока что так, да. Планируется ли создание своего сайта, ну, для того, чтобы не на прямых эфирах задавать или иные вопросы, а можно было бы там посмотреть на сайт и узнать, как наиболее... Они все равно одинаковые примерно у большинства людей. Да, в принципе, сейчас сайт находится в разработке, то есть у нас уже есть макет сайта, мы уже выбрали цвет своего сайта, у нас есть уже наполнение. И то есть как только нам его сделают, да, ну то есть мы же тоже сами не делаем этот сайт, если какие-то специалисты по IT-технологиям, которые разрабатывают этот сайт, мы только даем информацию на него. Как только он заработает, естественно, он сейчас в активной разработке. Я так думаю, что через месяц этот сайт точно заработает. Ну и не повторите ошибку ЖКЦ, которые как бы разработали сайт и потом сказали людям до свидания, не было сопровождения сайта и сайт почему-то упал. Ну, я думаю, что у нас такого не будет. Хитрые компьютерщики, они просят все-таки продолжать сопровождение. Нет, ну... Вот люди с особенными потребностями спрашивают, когда будет сделан, ну и вообще будет ли сделан пандус для людей с особенными потребностями. Действительно, одним из основных таких принципов... Там же узкий проход, в смысле не узкий, а прямой там звук. Прямой у нас лестница, то есть как бы получается, что центр расположен на первом этаже, как и должно быть, по требованиям, но тем не менее это есть там ступеньки. Поэтому я знаю, что уже разработана проектно-сметная документация, этот пандус будет сделан за деньги местного бюджета и ориентировочное время, это июнь 2018 года, начало... Ну, то есть там тоже свои определенные особенности есть. Ну, я понимаю, тоже есть определенные широки. Это идет бланк, а потом оставшаяся сумма делится 70 на 30. 30% идет в госбюджет и только 70%, ну не только, а 70% идет в местный бюджет. Понятно. Я напоминаю, прямой телефон, у нас прямой эфир, 236-21. Звоните, мы зададим Татьяне Александровне вопросы. А сейчас, вот раньше существовала справка о составе семьи, а вот сейчас она существует, и можно ли ее получить в вашем центре? Она, помню, раньше вам ЖКХ выдавала? Да. Ну, ЖКЦ раньше выдавали все эти справки о составе семьи, но на сегодняшний день я хочу сказать, что каждая справка, мы же не можем просто печатать эти справки. Каждая справка должна регламентироваться каким-то нормативным актом, да? Соответственно, справка о составе семьи сейчас существует в двух видах. на выдачу субсидий, но ее мы не выдаем людям, а только по запросу нашего управления социальной защиты мы передаем эту информацию. И справка тоже, утвержденная наказом Минсоцполитики номер 204, справка о составе семьи для назначения материальной, всех видов социальной помощи, да. Вот эту мы справку выдаем. Печально известная справка формы 3, которая, ну, как бы требовалась раньше везде, она такая была универсальная, она требовалась у нотариусов, я не знаю, кварт, облик, везде-везде требовалась эта справка. Значит, форма этой справки была утверждена постановой Совета министров еще Украинской ССР от 1984 года и только в ноябре 2016 года ее ликвидировали. То есть на сегодняшний день этой справки о составе семьи не существует. Нашим центром выдается, разработан порядок выдачи доведок, справок, который утвержден решением исполкома. И там существует, как бы, четыре вида справок, да, которые мы можем выдавать. Это справки о регистрации местопроживания, о снятии с регистрации местопроживания. И есть еще разработана сама справка такая о составе зарегистрированных лиц в квартире. То есть, как бы, ну да, прописанных, так, мало ли, куда вам нужна эта справка, чтобы было видно, сколько лиц зарегистрировано в квартире. То есть, такие справки мы выдаем. Понятно. Вот тут о прописке, когда следующий вопрос. Нужно ли сейчас при прописке или выписке призывникам и военнообязанным обращаться в военкомат или надо к вам обращаться? Ситуация. В общем, как и раньше, как и было раньше, при регистрации местопроживания, либо при снятии с регистрации местопроживания, лица призывного возраста и военнообязанные должны подать либо военный билет, либо приписное свидетельство. И сейчас утвердили новый порядок учета военнообязанных. И этим порядком обязали органы регистрации местопроживания проверять наличие отметки в этом военном билете. То есть, стоите вы на учете, либо вы не стоите. То есть, вы пришли прописываться, приехали с города Киева, вы снялись там с учета, пришли к нам, мы проверили, но у вас нету еще... Это требования военкомата какие-то дополнительные? Да, 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 да. Это дополнительные требования военкомата. Мы посмотрели, у вас нету взятия на наш учет. Поэтому мы... Нет, они там снялись, есть отметка о снятии, но нету отметки, да. Поэтому мы вас изначально отправляем в военкомат, вы становитесь там на учет, и только потом мы производим регистрацию местопроживания. Сейчас, кстати, очень удобно. Военкомат с нами расположен в одном здании, не нужно очень далеко ходить. Давайте напомним славучанам, кстати, где вы находитесь. Напомним славучанам, что мы находимся по улице Героев Днепра-2, и это здание между нашей милицией и Новой Почтой. Да, или бывшим банком, как кто раньше задал, что там было у нас центральное отделение одного из крупнейших банков, но теперь его там нет. Нет. Напоминаю, телефон 236-21, мои вопросы подходят к концу. Я еще могу что-нибудь придумать, конечно, но смысл как бы... Кстати, а прописка же отменена, вот в связи с этим... А у нас не прописка, у нас регистрация местопроживания. Да, у нас нету такого... Все то же самое, но по-другому называется. Но нету такого и этого термина, как прописка. Регистрация местопроживания. Регистрация, понятно, хорошо. Планируется вообще электронная запись. Сейчас многие люди привыкли, допустим, дома на компьютере покупать билеты жизнедорожные, куда-то еще двигаться. Просто не выходя из комнаты, оказывать себе услуги. Вот пойдет ли у вас электронная запись. Ну вот даже для того, чтобы зарегистрировать ко мне на 20 мая, я хочу прийти и у вас паспорт заказать за 800 гривен. Ну, в связи с разработкой нашего нового сайта, естественно, там основным нашим техническим требованием было это создание электронной очереди. Потому что об этой очереди очень многие спрашивают, что действительно хотят, не выходя... Ну, череги она есть, скажем так. Ну, я хочу сказать, что она не очень тоже хорошо работает, но у них тоже есть свои нюансы какие-то в этой электронной очереди. Не знаю, как запустимся мы, но мы ее планируем. Точно так же, как мы сейчас осуществляем запись на выдачу загранпаспортов и на выдачу... Ну, кстати, это у меня был следующий вопрос, но мы можем начинать. И я могу, да, рассказать сейчас. Сейчас, то есть, когда мы запустим... Мне захотелось получить паспорт, я иду к вам с чем? Вы изначально должны в ближайшую пятницу прийти и записаться. В пятницу? В пятницу запись идет на следующую неделю. А с какой запись? Запись начинается с 9 часов и происходит до того момента, пока не закончится. То есть, если на следующей неделе все люди выбраны, то я пойду уже как бы через них. Да, то вы должны прийти в следующую пятницу. А, в следующую пятницу. Да, да, вы не придете. Мы не записываем на месяц вперед. Да, на месяц вперед. Почему мы это сейчас не делаем, в принципе? Ну, потому что даже вот за неделю у людей, у некоторых меняются планы. Да, меняются планы. И вот на сегодня даже такой этот, что у нас на сегодня был отказ от... Не пришел человек. Хорошо, что люди, которые пришли записаться на следующую неделю, были готовы сейчас же прийти. Да, и как бы были готовы с квитанцией сразу сфотографироваться и оформить себе паспорт. Хорошо. Вот условно говоря, я записался там на вторник. Вот что я должен принести с собой? Ну, кроме себя, чтобы вы меня сфотографировали. Да. Вы должны принести с собой паспорт гражданина Украины. Первое. Второе. Вы должны с собой принести действующий, либо просроченный, если у вас есть загранпаспорт. Загранпаспорт. Да, для того, чтобы его сдать. Дальше вы должны принести оригинал идентификационного кода и оплаченную квитанцию. То есть оплаченная квитанция. Там дальше вы выбираете, либо вы хотите паспорт за 557 гривен, либо за 810 гривен. А квитанцию у вас надо получать? Реквизиты у нас берете, можете оплатить. Просто у вас при оформлении вот этого по своей очереди. Когда вы записываетесь, вы сразу, да. У нас специалисты, кстати, сразу могут посмотреть ваш паспорт, ваши документы. В порядке ли они. Потому что, например, если паспорт гражданина Украины испорченный, да, вот, например, если он чем-то залитый, то мы сначала, естественно, рекомендуем сделать ID-карточку, и только потом, потому что он может не пройти проверку. Естественно, вот я хочу сказать, что мы все-таки остаемся, мы не субъектно данной административной услуги, мы администраторы, которые только принимают документы и выдают результаты. Да, мы станем… А решение кто-то принимает? А решение у нас принимает миграционная служба, которая проверяет уже там все ваши документы, подлинность ваших документов, там, годные они, негодные. И только они принимают, могут принять это решение. Поэтому, если у вас паспорт немножко затертый, но вам кажется, что он нормальный, лучше подойти к специалисту, специалист посмотрит и точно вам скажет, пройдет у вас этот паспорт, либо не пройдет этот паспорт. Понятно. Хорошо, с этим понятно. А вот там на планерках, я помню, был какой-то вопрос о том, что, возможно, вам передадут и другую установку, которая есть в миграционной службе, но она не работает, и вы будете сразу с двумя фотоаппаратами, либо вообще-то там еще. На сегодняшний день ситуация немножечко изменилась. Да, действительно, в миграционной службе есть две рабочие станции, и сейчас две рабочие станции работают. Им расширили штаты. У них сейчас работают четыре человека. Так что у нас на город три рабочие станции. Я думаю, что постепенно этот ажиотаж будет спадать. Я говорю, ну как бы по опыту, если мы начинали работать, вот, например, производить запись, были, ну просто, очень большие очереди, и запись заканчивалась буквально за час-полтора, то сегодня последний человек записался, было время начала третьего. То есть, как бы в 10 часов я вышла в зал, администратор был очень удивлен и сказал, что у нас еще вся пятница, и суббота свободная, и никого как бы нету. Естественно, да, у нас делится очередь. У нас вот делится очередь такими квотами. 55 записей мы отдаем на людей, которые пришли, и 28 у нас на телефон. На телефон у нас запись заканчивается гораздо быстрее. Люди, как бы, в течение часа уже телефонная запись закончилась. Телефон напомните, пожалуйста, телевизор. Телефон, кстати, хотела бы сказать, что запись на паспорта производится по номерам телефонов 095-606-15-70 и 063-119-96-97. По телефонам рецепции запись не проводится. Да, по телефонам рецепции наши администраторы могут вас проконсультировать. Проконсультировать и назвать эти номера телефонов. Да, могут назвать эти номера телефонов, по которым производится запись. Понятно. Спасибо. Ну, я не знаю, я, например, получил полную информацию, как приходить, что приходить, что нужно делать, чтобы получить паспорт. И начинаю собирать 300 гривен, потому что оно как бы всегда получается, что хочется получить сегодня, ну или в лучшем случае завтра, а не ждать вот как-то месяц или чуть больше. Хотя я понимаю, что если вам особо не нужен паспорт, то вы не собираетесь, скажем, летом этого года слетать на Кубу или на Гавайские острова. Можно и не торопиться, потому что, судя по тому, как нам рассказала Татьяна Александровна, постепенно очередь падает, и, возможно, вы придете к тому моменту, что вы придете в пятницу, а в субботу вы можете уже прийти, ну, заказывать паспорт для себя. И лишь через 5 или 10 дней вы его получите. Спасибо. Я думаю, что мы помогли вам ответить славучанам на все вопросы, которые у них были, которые не задавали. И раз нет звонков, значит, больше их ничего не интересует. Видимо, готовятся к освящению нашего храма, который будет 15-го числа. Я бы хотела еще напомнить все-таки нашим славучанам, но не все это знают, что сейчас первое оформление паспорта происходит с 14 лет. Не с 16, как это было раньше, а с 14 лет. А с чем это связано? Это связано с новым законом. Поэтому у нас паспорт с 14 лет, который выдается, первый паспорт выдается бесплатно. Стандартный такой же? Нет, это ID-карточка только, потому что сейчас бланки взрослого 1994 года у нас уже вообще отменены. Поэтому у нас только паспорта в форме ID-карточки. То есть дети, достигшие 14 лет, могут оформить этот итог. Удостоверение личности, скажем. Да, это удостоверение личности. То есть 14 лет бесплатно в течение 20 рабочих дней. Кстати, задержки по ID-карточкам у нас нет. То есть в регламентный срок 20 рабочих дней она приходит. Есть, можно оформить. Кстати, я бы еще хотела сказать, что у нас часто возникает, люди задают вопрос, а можно ли просто поменять свой паспорт? Ну, вот я хожу с книжечкой, а мне очень хочется ID-карточку. На данный момент нет. На данный момент, если только вы утеряли паспорт, если он у вас испорчен. То есть при потере вам уже выдают ID-карточку? Да, да, да. Если вы достигли возраста 25 или 45 лет, у вас есть выбор. Вы можете вклеить фотографию, а можете, да, либо получить новый паспорт. Вот такой. И, в принципе, тоже есть срочная услуга. Она стоит 366 гривен. И в течение 10 рабочих дней оформляется этот паспорт. Вот видите, мы с вами поговорили пока о паспортах. У нас появился звонок. Коломова, слушай. Добрый вечер. Я хочу задать такой вопрос. Да. Я живу здесь на Украине, у меня диножительство с сезонного года, но я сама гражданка Молдовы. Могу я здесь сдать документы или мне надо в Киев посольство Молдавии? Мне заканчивается гран-паспорт. Так, вам понятен вопрос? Ну, это больше вопрос миграционной службы. Это если человек гражданин другой страны. То есть это вопрос вообще не к ЦНАПу, а вопрос к миграционной службе. И надо пройти и проконсультироваться по адресу Киевский квартал 14. Там получить эту консультацию. Ну, я надеюсь, вы поняли, Киевский квартал 14. Сейчас там говорят не такие большие очереди. Вам нужно проконсультироваться, потому что ЦНАП вообще такими вопросами не занимается. Это прямой вопрос миграционной службы. Ну, я не буду. Мне кажется, я, кажется, понимаю, как это надо делать, но пусть отвечает за это миграционная служба. Ну, что ж, один вопрос вы все-таки получили, но у нас время постепенно подходит к концу. Если у вас есть какие-то пожелания к Слаучанам, если вы что-то хотите им пожелать или пригласить куда-то, пожалуйста, свободный микрохлайн. Дорогие Слаучане, приходите в наш Центр на Даня административных послуг. Мы всегда рады посетителям, оказываем административные услуги. Я считаю, что за короткий период мы добились основных таких принципов. У нас максимальная открытость, максимальная информированность, доступность и результативность нашей работы. Так что приходите, мы будем вам рады. Спасибо большое. А детская комната уже работает? Да, детская комната у нас функционирует, и она пользуется огромной популярностью. То есть вас как детский сад привозят детей, а сама? Ну, нет. В принципе, люди, которые сидят в очереди, ожидают очереди, либо ожидают выдачи результата административной услуги, пришли с детьми. Дети, кстати, потом дети затягивают родителей в наш админцентр, чтобы поиграть. Также для удобства посетителей у нас в центре установлен платежный терминал, то есть оплатить не только административный сбор, коммунальные услуги, пожалуйста, можно оплатить в нашем платежном терминале. Также, пока вы ожидаете очереди, вы можете воспользоваться свободным доступом к Wi-Fi. Но. И Wi-Fi бесплатный. Ну, все, с завтрашнего дня у вас будет полно молодежи, если вы еще какой-то автомат там поставите, то вообще уходить не будем. Спасибо большое. Татьяна Александровна Рылова нам рассказала о том, как работает центр административных услуг, что там можно сделать. Если вы не видели программу сегодня, завтра утром повтор, можете повторить и послушать еще раз внимательно, там, услышите телефоны и так далее. Ну, а наш эфир продолжается, но уже на музыкальной волне. Видеоприложение «Дискотеки Эдисон-2» вашему вниманию. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо. До свидания.